Продолжение следует... Даша, у нее есть какие-то проблемы, но надеюсь, что они на нас не повлияют. Стас, привет! Привет, Юль, и всех приветствую! Да, всех прошу подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки. А что касается канала Белковского, то, как всегда, Стас, ты не подражаем, поэтому рекламируй его сам. Я надеюсь, что в ближайшие дни появится новый спецвыпуск сетдаун-шоу «Время Белковского» под рабочим названием «Россеяние». «Россеяние» — это рассеяние россиян, то есть российская диаспора в наши времена. Мы все с удовольствием его посмотрим, особенно вы. А пока каждый будний день выходит, разумеется, доброй ночи малыши, даже доброго дня малыши, поскольку дневной сон не менее важен, чем ночной. И, в общем, где-то 30-40 минут дневного сна вселяют в вас огромный заряд энергии, дают вам на всю вторую половину дня. Одну секунду, у нас проблема, как я и боялась. А нет, вроде возвращается видео, потому что некоторое время не было видео. Я надеюсь, что были хотя бы рассказы. Ну вот это я говорю, у нас есть маленькие проблемы со связью, но я надеюсь, что они на этом кончились. Стас, извини, что я тебя перебила. Нет-нет, я вам буду вкратце резюмировать, что в ближайшие дни будет особый выпуск седауншоа «Время Белковского» под рабочим названием «Россеяние», то есть очередное рассеяние русских, русская диаспора в наши времена, поскольку диаспора по-гречески это и есть рассеяние. Кроме того, каждый будний день выходят на YouTube-канале Белковские выпуски «Доброй ночи, малыши» и даже «Доброго дня, малыши», поскольку дневной сон не менее, а даже иногда более актуален, чем ночной. Я вас успокаиваю на ночь, вы не пожалеете. Подписывайтесь на канал Белковский. А, вот говорят, что звук был, так что подкаст у нас все равно был. Стас, у меня, конечно, вопрос номер один. Это сначала были слухи. Абсолютно точно. Даже если можно, я подольше изложу вопрос, потому что напомню нашим слушателям, что произошло. Сначала ходили слухи о том, что у Кадырова что-то не в порядке, и чуть ли он не отдал концы, которые с самого начала казались несколько подозрительными. Мы это с тобой... А, нет, мы как раз с тобой это не разбирали. А потом началась такая большая медийная эпопея. Сначала был выложен в телеграм-канал, как я понимаю, с самими же кадыровцами, видео, на котором сын Кадырова избивает абсолютно безсощитного русского парня, которого Путин отдал в Грозненское СИЗО за сожжение Корана. Ну, героический, прям вот героический поступок. Только еще со связанными руками. Мы теперь поняли, какой сын Кадырова герой. Мы все про него поняли. Вот. А поскольку очень многих этим возмутило, в том числе и Ксению Собчак, кто на следующий день, Кадыров ей позвонил. И мы знаем, чем обычно звонки Кадырова кончаются. Люди начинают извиняться. Ксения Анатольевна не извинялась, но рассказала, что да, вот таки ей позвонил Кадыров и ласково спросил, что же это она наезжает на его семью. Что ты из всего этого выводишь? Ну, во-первых, я хотел извиниться, потому что, кажется, в прошлый раз я сказал, что Владимир Владимирович Путин принимал старшего сына Рамзана Ахмадовича Кадырова Ахмата Рамзановича по случаю его дня рождения. Нет, это не так. Он принимал его по случаю свадьбы. Это был подарок не на день рождения, а на свадьбу. Ахмата Рамзановича 17 лет всего лишь. Вот исполняется 18 с 8 ноября нынешнего года. Тем не менее, он успел жениться. И в качестве свадебного подарка Ахмадов преподнес ему публичную встречу с президентом Российской Федерации. Ну, я согласен, что это дано не каждому такой свадебный подарок организовать. А я как ветеран политических технологий, хотя давно находящийся на пенсии, но хорошо помнящий, как все это делается, считаю, что вся эта история скорее подтверждает, что Рамзан Ахмадович скорее мертв, чем жив. А кто же звонил Собчак? Ну, мы же не знаем, достоверно ли это информация. Мне не хочется. Ну, извини, пожалуйста, я думаю, что вот эта информация, я бы ее не подвергала сомнению. А я не знаю. Вот ты считаешь, что это достоверная информация, а я просто не знаю. Вполне возможно, достоверная. Может быть, звонил какой-нибудь пранкер, представившийся Рамзан Ахмадовичем Кадыровым. А может быть, что-нибудь еще случилось. Но так или иначе, появление самого Рамзана Ахмадовича в эфире мы не видели. Ничего не произошло. Нужно было как-то переключить внимание с вопроса о жизни и смерти Рамзана Ахмадовича, с его физического состояния, на что-то другое. И такой способ был найден. Не то, что этот способ эффективен, доказывает наш с тобой полемика сейчас. Мы это обсуждаем, правильно? То есть мы как бы уже решили, что он жив. Это презумпция нашего обсуждения. И обсуждаем совсем другое. Обсуждаем, как демонстративно унизили вообще русский народ в целом, на мой взгляд. Потому что так можно делать. То есть несовершеннолетний человек, не имеющий никакого отношения к судопроизводству, является в СИЗО. И там избивает заключенных. При том, что Никита Журавель, так зовут, тот человек, который сжег Коран, я, безусловно, никоим образом, надежно не одобряю. Я категорически против публичного сожжения Корана, будучи христианином, считаю мусульман своими братьями. Но в то же время делать из этого, скажем так, серийное убийство тоже не надо. Все-таки это преступление, но это не такое страшное преступление. И сейчас все путинские спикеры, так называемые правозащитники во главе с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, начинают говорить, ну да, Никита Журавель совершил ужасное преступление. В этот момент хочется сказать, ну ребят, окститесь. Ну да, он совершил, может быть, он совершил очень плохой поступок. И возможно даже преступление, хотя я хочу всем напомнить, уважаемым гражданам Российской Федерации, что кто преступник, а кто нет, решает суд. И заявлять о том, что человек совершил преступление, и до приговора суда нельзя. Я бы еще добавила, что когда все вот эти вот российские, путинские официальные правозащитники во всем произошедшем видят только одно преступление, а именно то, что Никита Журавель сжег Коран, от чего-то другого они ничего не замечают. Даже у вас общак. Я уж не говорю об изменении самого Никиты. Это очень показательно. Ну да, он, Никита Журавель, совершил очень плохой поступок, который нельзя считать преступлением, пока суд так не решил. С моей точки зрения плохой поступок, может кто-то его одобряет, я нет. Но тоже делать из этого серийное убийство не надо. Это же не какое-то самое гигантское преступление в истории человечества. Потому что нужно было так оговариваться, извиняться за этого несчастного Никита. Кроме того, становится все больше понятно, что была провокация российских жестов спецслужб. С вполне понятными целями. Кроме того, нарушение закона, первое в этой истории, было допущено, когда Никиту Журавеля транспортировали в Чечню. Потому что по закону, если я ничего не путаю, я спрашивал у юристов, кажется, мне подтвердили. Еще тогда суд должен составить, человек, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, должен находиться под стражей, по месту совершения преступления. Это преступление не совершалось в Чечне. То есть сам факт, что я правил в Чечне, уже есть нарушение законодательного законодательства. Какой-то широкий политический жест. Что хочу, то и ворачу. Вот это первое нарушение закона всей этой истории. Потом грубейшее нарушение закона это, собственно, избиение Никиты Журавеля. И все эти совокупности, эти уже явные события преступления, явно поневешивают сожжение Корана как таковое. Но поскольку удалось заставить это обсуждать, обсуждать всю страну и правильно, потому что страна испытывает, мягко говоря, неоднозначные эмоции по этому поводу. Потому что даже горячие сторонники Владимира Владимировича Путина, люди весьма толерантны к Рамзану Ахматовичу Кадырову, видят в этом, конечно, прямое унижение, извинишь, я повторяю, всех русских. Ну что это такое? Как так можно делать? Не только так делают, но еще и показывают, что 15-летний парень Путина Шелла убил и избил совершенно беззащитного человека. Ну понятно, что, например, также кадыровские отряды воюют на украинских фронтах, как, так сказать, избивали Никиту Журавеля, что они особенно сильно не рискуют и не вступают в боевое соприкосновение там, где риски их потерь достаточно велики. Но с политтехнологической точки зрения все решено. Мы теперь это обсуждаем. А вот жив или мертв Рамзан Ахматович как бы уже непонятно. Это, вернее, не является предметом нашего приоритетного внимания. И если на прошлой неделе мы обсуждали, что он находится на гемодиале в центральной клинической больнице, потом он заявил, что оказывается он навещал там своего дядю. Но судя по количеству, как мне рассказывают, автомобилей чеченской охраны вокруг ЦКБ, как-то он навещает дядю перманентно и круглосуточно. Он просто не может от него оторваться. Видимо, дядя это вот ключевой собеседник на сегодняшний день. Жрица постом общается с богами. Да, то теперь все. Оказывается, он настолько жут, что все выкладывают ролики с избиением Никиты Журавель. То есть, кроме того, поскольку Рамзан Ахматович Кадыров достаточно тонкий политик. Он искусный игрок в это дело. И он, выкладывая этот ролик, если бы он был, так сказать, на ногах и с ним было все в порядке, он прекрасно понимал огромный вал негатива, который на него обрушится, поскольку все-таки он пытался так или иначе избегать прямых столкновений такого типа. Прежде. Да, он, конечно, любил показать, какой он крутой, но не за счет такого демонстративного унижения русских. И ответственности за разные эксцессы, которые связывались с его именем, прямой ответственности, господин Кадыров никогда не брал. Он же никогда не выходил, не говорил, знаешь, я тут грохнул Немцова на Ускорецком мосту. Нет, это он не делал. Он, так сказать, отделался какими-то размытыми формулировками, из которых его сторонники могли понять, что он причастен к этому делу, но к этому делу не подошлешь. То ли причастен, то ли не причастен. У него демонстративная ответственность за содеянный, никогда на себя не брал. Здесь он берет на себя демонстративную ответственность за содеянный, что, в общем, не вполне соответствует почерку Рамзан Махматовича. То есть это значит, что ставки в АГЭ действительно были очень высоки, нужно было сделать что-то ужасное, чтобы отвлечь внимание от главного вопроса, что и удалось сдать. Хорошо, тогда главный вопрос. Жив или нет, Рамзан? А, этого я не знаю. Я только сижу как политконсультант на пенсии, но с большим опытом. Затем, как развивается с политтехнологической точки зрения, это интрига. То есть живого Рамзана Махматовича воплотим и не видим, правда ли? Мы даже не задаемся этим вопросом, потому что мы так зачарованы этим видео с избиением, действительно чудовищным, гораздо более чудовищным, чем что бы там не совершил этот несчастный Никита Журавей. Мы уже даже не задаемся вопросом, а где Рамзан Махматович-то? А санкционировали он эту публикацию? Или, может быть, его наследники? Зато, наследники, это я опять погорячился, это оговорка по Фрейду, прошу прощения, или его место блюстители приняли решение без него, поскольку они люди не настолько опытные и не настолько тонкие политические игроки, как он сам. Но здесь вот что еще было. Показательно, что многие пропустили. Я, кстати, не пропустил, изложил это в программе «Доброй ночи, малыши», «Добрый дня, малыши» полтора дня назад, что случился скандал по поводу учебника истории авторства Владимира Мединского и Анатолия Таркунова в Чечении. Там в этом учебнике с точки зрения чеченского руководства неправильно описана судьба депортированных народов. Это так оно и есть, на самом деле, это подтверждает человек, который внимательно этот учебник два раза прочитал. Действительно, там сказано фактически, что депортированные народы сопрудничали с гитлеровцами, поэтому их и депортировали. По большому счету. Да, это со стороны Мединского было неосмотрительно, но я думаю, сейчас он внесет вправку учебник и отметит там подвиг Адама Кадырова. Несомненно. Любых подвиг на Малой Земле, где угодно. Возрождение Целина, там будет все, что угодно. Нет, нет, вот подвиг с отбиением журавля. Ну, я надеюсь, да. Но это еще следующий этап. Он просто не охвачен этой редакцией учебники. Но, что привлекло мое внимание, что занимался всем этим делом, скандалом с учебниками, звонил в администрацию президента, Андрею Ярину, руководителю главного управления внутренней политики президента, звонил самому господину Мединскому Магомед Даудов, председатель парламента Чечни по прозвищу Лорд, известный так же как Лорд. А почему сделал Магомед Даудов? А где был в этот момент Рамзан Ахматович Кадыров, который по статусу и должности должен был этим заниматься, поскольку это затрагивает кровно интересы действительно чеченского народа, я с ним полностью согласен. Утверждать, что Сталин депортировал народа из их сотрудничества с гитлеровцами, это никакие ворота не лезется полностью. В этой ситуации я бы был, безусловно, на стороне Кадырова. А где же был сам Кадыров? Непонятно. А где была его правая рука депутатом, что придумал Аван Султан Жделемханов, который традиционно занимается такими вопросами, коммуникациями с федеральными властями, когда его патрон-босс занят. Ну, когда босс находится где-то там на Среднем Востоке, отдыхает в Дубае или что-то еще, занимается всеми этими делами Делемханов. В данном случае этим занимался не Кадыров, не Делемханов, а Магомед Даудов. Не наводит ли это нас на какие-то странные размышления о том, куда же делись первые двое, которым следовало бы этим заниматься? И не укладывается ли это в череду вопросов о том, где они на самом деле находятся? Ну, смотри, на самом деле я видела, что Даудов и некоторые другие люди там вплоть до каких-то чеченских омбудсменов и раньше, когда, типа, Рамзан посылал своего меньшего брата. Но у меня есть два уточнения важных, потому что, если честно, мне показалось, я сразу тебе скажу, что как раз вот эта вот операция, действительно пиар-операция, но она задумана для того, чтобы подчеркнуть возвращение Рамзана, что Рамзан крут по-прежнему, и что Рамзан, с одной стороны, вот это нам показали на примере Никиты Журавля, который абсолютно беспомощен в СИЗО, и его избивают, а с другой стороны продемонстрировали тоже, опять же, очень впечатляюще на примере Ксении Собчак, потому что Ксения член элиты, человек, который лично знаком с Путиным, и вот этот звонок ей мне напомнил вообще о старой истории, о которой очень мало говорят, но вот я не знаю, что ты о ней слышал, я слышала следующее, что если ты помнишь, несколько лет назад, еще до всякой войны, в свое время именно Ксения Собчак, которая, кстати, когда-то общалась с Рамзаном, она после того, как она стала, ну, как стала журналистом, поскольку когда она стала серьезным журналистом на пресс-конференции Путина, она задала ему очень жесткий вопрос по Чечне, если я не ошибаюсь, он звучал примерно так, вот соблюдается ли вообще в Чечне конституция, это были после очередного какого-то высказывания Кадырова, после этого у него были гигантские неприятности, более того, после этого ходили слухи, сложно сказать, сколько в них было правды, но якобы после смерти Немцова там было еще три фамилии в списке, и одна из них была фамилия Собчак, и якобы за ней следили, и это было действительно довольно серьезно, часть этого я как-то своими глазами чего-то видела. Во всяком случае, могу сказать, что да, с моей точки зрения это было очень серьезно, я не знаю, насколько там разруливали на самом верху и так далее, но тем не менее, вот этот звонок, вот это напоминание, я как раз вспомнила о той давней истории, потому что немногие бы осмелились задать на той перес-конференции этот вопрос Путина. Соответственно, вот мне кажется, это как раз абсолютная пиар-операция, по подчеркиванию, всем слоям российского общества, ребят, я на месте, как хотел, так и гуляем. Безусловно, вопрос только, где на самом деле Рамзан Ахмадович, где он физически его плоти, и сам ли он сделал эту операцию, или сделал это за него кто-то другой. А так, константирую, частью абсолютно согласен. Это спецоперация для того, чтобы общество перестало обсуждать тему состояния здоровья Рамзан Ахмадовича, а допомнило всегда, что с каждым может случиться то же самое, что с несчастным Никитой Журавеем. Он всегда так делает, когда вот что-то нужно напомнить, что ему можно все в Российской Федерации, и вот он еще раз напоминает, что нам можно все. И если вдруг неожиданно вы выходите из дома в Москве, и вас жестоко избивают неявные, неформальные агенты влияния Рамзан Ахмадовича, то им за это ничего не будет. Поэтому подумайте, прежде чем усердить постоянно тему здоровья господина Кадырова. Хорошо, если это не сам Кадыров, то кто может быть заинтересован в такой операции, потому что он точно же не российские спецслужбы, меня заинтересовала одна интересная вещь, которую ты сказал, что ты сказал, что вот это сожжение Корана с твоей точки зрения было операцией российских спецслужб. Во-первых, почему ты так думаешь, а во-вторых, самый главный вопрос, а зачем вообще журавля выдали действительно в Чечню? Это же на голову не налезает. Нет, ну это налезает на голову или нет, это вопрос этики, а это противоречит законодательству в прямое, это просто преступление, то, что его дали в Чечню. И зачем это было нужно? Чтобы вот создать такой демонстративный кадр, что у нас же страна духовных скреп, что если кто-то посягнет на Коран или вообще на какое-нибудь священное писание, то вот с ним может такое случиться, незамедлительно. Ну, как всегда, нашли какого-нибудь лоха молодого, какого, ну это же утверждает, что якобы сделали украинские спецслужбы с ним, по официальной версии. Ну, корейским спецслужбам это точно было не надо. Не имеется здесь никакого прагматического резона. А российским спецслужбам это было надо, потому что нужен был такой демонстративный кейс, что называется, прошу прощения за использование заимственного слова. Вот всем показать, что, так сказать, что-нибудь будете плохое делать, вот, ну, собственно, это, еще вспомним дело Пусть Сирает, например, да? Пусть Сирает сделали что-то чудовищное, нет, они не сделали ничего такого уж чудовищного. Ну, да, я тоже не одобряю поступок, как христианин. Но никакого страшного преступления в то время не совершили. Тем не менее, была показательная порка, чтобы показать, что так нельзя. Вот с Никитой Журавелем несчастного, которого явно развели в темный, случилось то же самое. Хорошо. Переходим, на самом деле, к главной теме последней недели. Это Армения, это Нагорный Карабах. С твоей точки зрения, что будет происходить с жителями Нагорного Карабаха дальше? Они станут беженцами приедут в Армению. Мне кажется, это уже официально заявлено господин Бабаяном, советником руководителя Нагорного Карабаха, потому что из 144 тысяч, по его данным, по его данным, я не могу подтвердить, не опровергнуть, разумеется, 120 тысяч собираются релаться в Луформе, не желая жить под юрисдиктей Азербайджана. То есть люди будут выброшены из родных мест навсегда. Ну, это еще не самый страшный исход, мы понимаем. Ну, я всегда в таких случаях задаюсь вот таким вопросом. А вот русские, например, которые покидали Россию, начиная в разные времена у нас, с 2014 года, когда по классификации, которой я придерживаюсь, Владимир Путин начал четвертую мировую войну, пусть и в гибридном формате. особенно с февраля и сентября 2022 года. Это миллионы людей, и они тоже покинули свою родину, если не навсегда, то очень надолго. То есть спросить меня, как русского релаканта, рассчитываю ли я вернуться в свои родные места. Я не сравниваю свою судьбу с судьбой несчастных беженцев в Карабахаха. Наверное, она гораздо более благополучна. Но в этом измерении, в этом разрезе они очень низкие. Я отвечаю на этот вопрос, нет, мне не удастся вернуться в свои родные места. Нет, если удастся когда-нибудь, это огромный бонус будет. Как-то свалится мне на голову как гигантский подарок. Но рационально я не выстраиваю свою жизнь, исходя из того, что мне удастся вернуться. Поэтому кому же как не понимать в такие Карабаха, нужно покинуть места, где они родились и выросли, где жили их отцы, деды и многочисленные предки. Поэтому эта эмоция мне абсолютно понятна. Человек становится винтиком в колесе истории, зернышком, в жерновах. Когда происходят большие события, особенно смене эпох, мы становимся жертвами этих процессов. Хорошо. Что произошло с твоей точки зрения? Кто с кем договорился? Кто проиграл? Кто выиграл? Ну, проиграла, безусловно, Армения. Здесь опять же вспомним, что собственно ключевой национальный символ Армении Арарат находится за пределами Армении географически. И ничего как бы это не ставится под вопрос существования Армении и идею ее национального государства. Поэтому, значит, поиграл Армению по разным причинам. Понятно, что все поддержали в критической ситуации де-факто Азербайджан. Турция, понятно, она государство покорить Азербайджану. Россия явно поддержала Азербайджан и не поддержала Армению. Израиль, безусловно, поддержала Азербайджан. Остальные страны сохраняли нейтралитет, который фактически был выгоден Азербайджану. Кстати, Иран сейчас неожиданно достаточно не размытый аморф на такую внятную армянскую позицию. Сейчас намечается компромисс между Турцией и Ираном, как ключевыми игроками в этой истории. И Россия уже все, она в ней полностью. Турция и Иран сейчас обсуждают, как быть дальше, потому что Азербайджан по-прежнему настаивает на открытии Зангизорского коридора, он же Сюникский коридор, то есть система прямого сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванским эксклавом, и вдруг неожиданно Иран предложил свои услуги. Зангизорский коридор будет проходить, коридор, территориальный коридор между Азербайджаном и Нахичеваном будет проходить через территорию Ирана. И тем самым Азербайджан снимет вопрос о том, чтобы он проходил через территорию Армении, и может будет подписать наконец договор о том, что Азербайджан и Армении Это информация об Иране и Турции, которая сообщил сегодня, ровно сегодня, 26 сентября, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Он нам рассказал о том, что такие переговоры ведутся и находятся на высоком уровне интенсивности. Но у Армении, с другой стороны, правящие элиты Армении были не на высоте в этом вопросе, потому что на протяжении десятилетия они считали, что статус-кво никогда не изменится, хотя бы уже потому, что в решающий момент Российская Федерация вмешается и не даст возможности этот статус-кво изменить. Этот расчет был неверным. Никого военного строительства не было, поэтому армянская армия была не готова к сопротивлению в решающий момент осени 2020 года. Кроме того, значительная часть армянских элитов, насколько я могу судить, колебала вообще в отношении того, нужен ли Карабах Армении. Или он ей не нужен. Кстати, никаких стратегических решений, никаких идей на тему, как изменить ситуацию, как выйти из состояния замороженного конфликта, у армянских элитов не было. У азербайджанской элиты в лице Романа Алиева и его соратников эта идея была восстановить контроль над Карабахом военным путем. Что-то никто не мог формально осудить, потому что это каноническая международно признанная территория Азербайджана. Эта идея была реализована. А я сейчас вспомню, что в конце 90-х годов Гейдар Алиич Алиев, бывший и первый президент независимого Азербайджана, предлагал сценарий обмена Карабаха как раз на Зангизорский коридор. Вот сейчас я поворашил свою память о том, куда это выпало. Такой сценарий обсуждался в реальности. И исходил он именно от Гейдар Алиева, что Азербайджан соглашается с армянским контрольным карабахом над Нагорным Карабахом, а взамен Армения предоставляет Азербайджану экстерриториальный коридор на Хичеване. И вполне возможно, если бы этот сценарий был реализован, то нынешнего конфликта, нынешней истории бы и не было. Не конфликта, а драма, прошу прощения. Конфликт уже исчеркнут. Мы переживаем следующую стадию того, что происходит. Но кто же армянские элиты на это не пошли? Мне кажется, что и приход к власти не кажется, а представляется, что приход к власти Карабахского клана во главе с Робертом, персонифицированного Робертом Кочаряном в конце 90-х годов, был связан с тем, что Карабахский клан совершенно не хотел никаких компромиссов. Именно поэтому был фактически свергнут, хотя и в мягкой форме, первый президент независимой Армении Левон Таркетросян отстранен от власти, и тогда пришел Карабахский клан для царя Роберта Кочаряна, его преемника Сержа Сарксяна, который завел эту ситуацию в полный тупик. Насколько любые, в том числе весьма конструктивные идеи регулирования ситуации принимались в штыки, исходя из того, что ничего не изменится. В общем, пройдут десятилетия, все, статус кого сохранится. Поэтому Армения формально не признавала Карабаха под достаточно смехотворным предлогом, что пусть кто-нибудь его признает первым до Армении, чего быть, естественно, не могло, поскольку именно Армения в первую очередь была заинтересована в судьбе Нагорного Карабаха, и кому же как не ей было его признавать. В этом смысле Путин гораздо более последовательно признал Абхазию на сети, он не стал бы говорить, что пусть кто-нибудь другой признает Абхазию и Южную Сети раньше до меня. Поэтому это закономерный результат того исторического процесса, который начался еще в конце 90-х, в момент, когда предшественники Николова Аварича Пашиняна пришли к власти. Поэтому все претензии, по поводу случившегося, они должны предъявить в первую очередь себе, как-то их плакал в лице российских пропагандистов армянского происхождения, которые неожиданно вспомнили о том, что, оказывается, они представляют интересы армянского народа, а Пашинян предатель. Спросите просто, а как же вы представляете интересы армянского народа? Где вы были, как говорит Путин, где вы были все эти 8 лет, где вы были все эти 25 лет? Вы что, как-то создали такое-то мощное лобби, которое позволило бы Путину не поддержать Азербайджан в решающий момент? Нет, совершенно нет. Вам было наплевать на собственную родину, а теперь выясняется, что предатели не вы, уважаемые, говорит Симонна Симоньяна и так далее, а, оказывается, Николай Аварич Пашинян, который действовал в пространстве возможного, которым является любая политика, и никакой другой возможности, кроме как ту, которую реализовал Пашинян, не было. Вот, допустим, сейчас Пашинян уйдет и вернется к власти какой-нибудь Кочарян. И что? У него есть какой-то сценарий, как изменить эту ситуацию, переиграть ее назад? Нет. Такого сценария нет и, в принципе, быть не может. Поэтому то, что Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, то есть азербайджанская юридикция над Карабахом, это плохой сценарий, но единственно возможный, во-первых. Во-вторых, действительно Пашинян исходит из представления, что это путь к миру, который позволит Армении отбросить все старые стереотипы. Часто перерезать буквально связующую с Россией, которая сограла очень злую шутку с Арменией на протяжении этих десятилетий. Открыться миру Европе. Это все произойдет благодаря тому, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан. Подписан будет Николом Пашинян. Армении случайно переизбрали Пашинян в 2021 году на высшее государство. Его партия отдали в мире. Квалифицированный большинство в парламенте, несмотря на поражение войны 2020 года. Поскольку они прекрасно понимали, что с народами бывает не так часто. Кстати, чтобы народ так хорошо все понимал. Часто народ, принимая народы и большинство, принимают ситуативные решения под влиянием эмоций, которые совершенно не имеют ничего общего с их жизненно важными коренными интересами. В 2021 году армяне приняли абсолютно правильное решение. Оставить Пашинян у власти. Они понимали, что если Пашинян прииграет и к власти вернутся его предшественник, то будет все то же самое, только снова с коррупцией, с фатальной и тотальной зависимостью от России и так далее. Они все-таки выбрали оптимальный из всех плохих сценариев, выбрали наименее плохой. Оставить Никола Войча Пашиняного власти. И поэтому, да, то, что происходит с Карабахскими войнами, это драма, это трагедия. Ну, история так устроена. И в этом смысле, если мне сейчас скажут, что я не имею права без рыдания об этом говорить, я возвращаюсь к той мысли. А я вот сам, я не беженец из РФ. Да, беженец. Мне, так сказать, жалко, что я не могу появиться в своих родных местах. Жалко очень. Я очень переживаю по этому поводу. Более того, я никогда не собирался уезжать из России. Я уехал из России в марте 2022 года, и у меня не было никакого на этот момент документа, кроме российского паспорта. Свой первый вид на жительство за пределами РФ, первый в моей жизни, я получил через полгода после отъезда. Что доказывает, никаких приготовлений к отъезду я никогда не вел. Поэтому я очень понимаю судьбу карабахских армян, и все мы жертвы тех исторических процессов, заложниками которых мы, увы, оказались. О том, вернешься ли ты в Россию, мы еще поговорим, а я хочу докончить несколько важных вещей об Армении. Тебе не кажется, что вот точно так же, как в конечном итоге Саакашвили доконала проигранная им война, и Путин, собственно, на это и надеялся? В данном случае, одна из главных резонов Путина, ну, помимо того, что они о чем-то договорились с Эрдоганом, это как раз он надеялся, что если не сейчас, то через некоторое время, если не сейчас волна народного негодования, то через некоторое время голосование Пашиняна снесет, потому что он его не переваривает, как и всех, кто пришел к власти в результате воли народа. Майдана, точнее. Я бы посмотрел с тобой на тему о том, почему проиграл Михаил Николаевич Саакашвили. Я встречался вот незадолго до выборов, как раз на которых его партия потерпела поражение. С одним из поближайших соратников, не буду говорить с кем, поскольку он не дал никакой санкции. И уже было ясно, что они проиграют. Я вспомнил, что мы проиграем потому, что нас ненавидит Ваке. Ваке – это элитный район, в Белиси, где, собственно, концентрировались старые элиты. Это никак не было связано с войной. Дело в том, что до Михаил Николаевича Саакашвили и его выдающихся, я говорю без всякой иронии, реформ, Грузии управляли режиссеры, князья и воров закон. И вот Саакашвили нанес огромный удар по социальному статусу этих трех социальных страт. Он отстранил от власти режиссеров, князей и воров закон. Вот они взяли реванш. На мой взгляд, результаты войны имели какое-то значение, но и нерешающее. Главное – это. Те люди, которые вдруг неожиданно ощутили, что им надо жить в европейской стране, а в европейской стране статус режиссера, князя и воров закон не так важен, вдруг неожиданно поняли, что нет. Лучше они будут жить так, как раньше. И весь их статус сохранится. И это ключевая причина. Что касается Армении, я, во-первых, не вижу. Ну вот я возлагал существенную надежду на то, что Рубен Карленович Варданин будет армянским политиком. Следующего поколения, который придет вместо Пашиняна, не в пику Пашиняна, а как бы в процессе, естественно, рота целей. И для того, что Варданин есть соответствующий потенциал. Я, правда, не знаю, как он может проявлен в ситуации сейчас, когда Рубен Карленович призывал Армению срочно признать Арцах и начать войну. Эти предложения, мягко говоря, были нереалистичны. Не касаясь того, с какими эмоциями они были продиктованы, ясно, что никакой реально мыслящий политик такого предлагать не мог. Но я не думаю, что до Пашиняновской политики вернутся к власти в Армении. Потому что Армения очень хорошо понимает, что ее сдала в том числе и Россия. И что это поражение в войне, это прямое следствие ошибок предшественников Пашиняна и позиции России. Поэтому здесь так просто сковырнуть Николаевича не получится. Но кто бы ни пришел на его место, сам тренд дальнейшего развития Армении очевиден. Это путь на Запад, путь в Европу и попутного ветра, что называется. А Пашиняну это удастся? Потому что у меня два вопроса. Первое. Будет ли продолжать Азербайджан? Ты сказал, что возможно Зангизорский коридор пройдет по территории Армении. Но Алиев много раз высказывал... По территории Ирана. По территории Ирана, простите, это я оговорилась. Соответственно, не угрожает ли Армении дальнейшая потеря территориальной целостности? Это во-первых. А во-вторых, даст ли Запад гарантии Армении этой территориальной целостности? Потому что пока никаких ничего, кроме слов, слов сочувствия и поддержки, крайней озабоченности, Организация озабоченных наций и прочие товарищи не высказали. Ну, Организация озабоченных наций мы не раз обсуждали, что где ее историческое место, и поэтому мы к этому не возвращаемся. Естественно, всерьез воспринимать нельзя. Всерьез можно воспринимать только отдельных речленов. В первую очередь США, ну и в какой-то степени Францию. Не так серьезно, как США, но в каких-то отдельных моментах можно иногда относиться как к культурной доминирующей силе в Европе, безусловно, как к политическому военному игроку с большим знаком вопроса. Сейчас мы только что узнали, что Франция таки выводит войска из Нигера, из Нигера, прошу прощения, отзывает посла. И, в общем, она закрыла глаза, например, в Нигерии. Все эти разговоры о восстановлении бывшего президента этой страны силовым путем куда-то ушли. В туман истории. Больше ничего не было. Как тут сомневался? А нафига его восстанавливать? Ну, как? Они так говорили. Я-то что? Я не призвал его восстанавливать. Это Париж. Манюэль Макрон, кстати, говорил, что вот сейчас еще 5 минут, и он восстановит бывшего президента Нигера. Вдруг неожиданно выясняется, что нет, он больше не собирается. Я не знаю, будет ли он достаточно последовательный в поддержке Армении. Тоже неизвестно. Ощутить для Франции себя в силе и в праве там что-то играть. Но здесь, конечно, ключевой роли играет великий Раджеп Таип Эрдоган. Это он сегодня сказал про Зангизурский коридор через Рана, а не кто-то другой. Потому что, видимо, ему не нужно больше разрушать Армению. Он не хочет. Этот конфликт выходит за пределы того, на что он хотел бы пойти. В эту историю. В общем, это все-таки прямой конфликт с Соединенными Штатами и союзниками. А Эрдоган, силен именно своим умением лавировать между разными центрами силы. Тем более, восстановление контроля над Карабахом абсолютно укладывалось в рамки международного права. Потому что Карабах юридически признанный территорией Азербайджана. Но дальше идти, нарушать международную признанную границу, видимо, в планы Эрдогана совершенно не входит. И он не даст своего покровительства такого типа проекта. Именно поэтому он сегодня ведет эти переговоры с Ираном. И, может быть, преждевременно, но сам рассказывает нам об их предварительных результатах. Я хочу вернуться к одной очень важной вещи, которую ты сказал. Я тоже с тобой согласна, что, по крайней мере, один из факторов, даже, наверное, главнейший фактор того, что Саакашвили проиграл выборы, это то, что Сиде Ван из квартала Вакия объявили ему войну. И, соответственно, у меня вопрос, а вот как в таких случаях, особенно в демократии, проводить реформы, если в каждой демократии для того, чтобы провести реформы, для того, чтобы они были существенные, надо уничтожить прежние правящие группы интересов, которые присваивали экономику и власть в стране и влияние в свою пользу. То есть, если посмотреть на абсолютно любые реформы в какой-либо стране, ну, например, там, даже не будем называть Россию и вспоминать ее силовиков, ее нынешнюю правящую риту, просто любая страна. Для того, чтобы провести реформы в демократической стране, ты должен уничтожить, лишить власти и влияния самые влиятельные слои, процветавшие при прежнем режиме. Соответственно, эти самые влиятельные слои сделают все, чтобы смешать тебя с грязью, объяснить какой-то желтый земляный червяк, снести на выборах, и они имеют огромное влияние, потому что, ну, во-первых, они встроены в элиту, во-вторых, у них все равно много денег, они могут купить голоса, они могут повлиять на избирателей, у них есть клиенты. И более того, если ты собираешься строить экономику, которая прозрачна, то ты по определению бизнес делаешь независимым от себя. В то время как эти люди, они, может быть, строят экономику, которая абсолютно ублюдочная, но у них такое гигантское количество клиентов, которые всегда проголосуют за них и которые всегда от них будут зависеть. Как же в этой ситуации реформы-то делать в демократиях? Ну, реформы всегда делаются, исходя из понимания необходимости. Они далеко не всегда оборачиваются позитивными результатами для тех, кто их проводит. Нередко бывает, что реформаторы полностью теряют свои политические капиталы и уходят. Хорошо, если мирно, а хуже, если так, как Михаил Николаевич Саакашвили, сидящий в тюрьме. Поэтому здесь, когда ты начинаешь реформы, ты должен ответить вообще-то, когда ты начинаешь любые перемены в своей жизни, ты должен ответить на вопрос. Эти перемены тебе важны или тебе важен тактический выигрыш? Реформы далеко не всегда идут к тактическому выигрышу. Они очень часто идут к поражению, но они необходимы для нации. Иногда, впрочем, реформаторы побеждают. Ну, допустим, пойдем, скажем, постфранкистскую Испанию. После смерти Франка начались демократические реформы. Сторонники Франка пытались их остановить и взять реванш в 1981 году, организовав попытку государственного перевода. Они проиграли. Демократические силы остались у власти, потому что благодаря жесткой позиции короля Хуана Карлоса I. И реванш не состоялся. В каких случаях реванш состоялся? Но в любой стране и ситуации... Это вот любимый аргумент Вадима Ивановича Путина, что никакие болезненные решения не могут быть проведены в условиях демократии, потому что правящий лист должен заигрывать с избирателем, и поэтому она не может сделать ему больно. А реформы всегда болезненны, так или иначе. То есть то, что они полезны и более того необходимы. Но это реформ сделал Путин прямо вот в вагонами. Ну, конечно. Как вот пенсионный возраст он повысил. А мог бы он повысить пенсионный возраст, если в России была демократия, не мог бы. Вот я сейчас отвечаю за него. Как тем самым он спас бюджет от разоривания, потому что в условиях постоянного нарастания количества пенсионеров в РФ скоро в конце перестали восходиться концами. Это было необходимо. И кто как не он мог все это сделать в недемократической среде. Поэтому да, демократия плоха тем, что ты с большей вероятностью проиграешь. Ну, то есть ты можешь проиграть, если твои замыслы реализуются. Тогда ты должен тебе сказать, что именно твой приз в том, что твои замыслы реализовались. И спокойно уйти. Ничего страшного в этом нет. Можно ли предотвратить реванши? Да, можно. Это зависит от прочности конструкции, которую ты закладываешь. Даже в Грузии ведь многое из того, что сделал Саакашвили, сохранилось. И это, так сказать, не все обращено вспять. Да, произошел погром, собственно, самого Саакашвили. Начались определенные отступления от демократии. Грузия является, безусловно, важным транзитным хабом для параллельного импорта в РФ, то есть для контрабанды заключенных товаров и так далее. И все такое. Но нельзя сказать, что все результаты Саакашвилиских форм дезуэрованы. Это не так. Они, в общем, когда ты прилетаешь в Тбилиси, ты видишь эти результаты своими глазами. Поэтому здесь уж, и мы с вами делаем какие-то важные, формулируя и реализуя, важные программы перемены, трансформации, ты должен исходить из понимания, что они могут и привести к концу твоей политической карьеры. И ответить на себя, ответить для себя на этот вопрос, готов ли ты пожертвовать своей политической карьерой ради определенных результатов, которых ты считаешь, нужно добиться как лидер и гражданин своей страны. Шойга у нас сегодня сказал, что Россия готова воевать до 25-го года. Ну, не знаю, почему до 25-го, но мне интересует, что ты думаешь о настроениях в российской армии и в российской правящей элиты. До какого времени Путин собирается воевать? Вот какова сейчас его стратегия в этой войне? Воевать он собирается вечно. Смотря что мы понимаем под войной. Просто, возможно, переход от боевых действий относительно высокой интенсивности, как сейчас, хотя она уже не самая высокая, если смотреть войну этого в разрезе, низкой интенсивности, то есть, по-вотеческому замораживанию конфликта. Но состояние войны оно будет до тех пор, пока Путин остается у власти, поскольку это доктрина завершающего, базовая доктрина завершающего этапа его правления. Он находится у власти потому, что он ведет священную войну с Западом, чтобы Запад не уничтожил Россию. Прекратить эту войну нельзя, как ремонт. И может только остановить. Остановит ее только уход Владимира Владимировича Путина от власти по тем или иным причинам. И какой, с твоей точки зрения, вероятность этого события? 50% мы с тобой тоже выясняли из анекдотов. Да, ну просто... Извини, вероятности меняются? Нет, у меня нет данных о том, что с Владимиром Владимировичем Путином что-то не так. Если у кого-то они есть, ради бога. Я совершенно не оспариваю их право так говорить. И может быть, если есть какие-то документы, подтверждающие, что Путин смертельно болен, или показания его врачей, сбежавших на Запад и не боящихся ничего, даже Рамзана Ахматовича Кадырова. Кстати, когда случилась эта публикация видео с избиением Никиты Журавеля, первое, что мне пришло в голову, это что при Пригоже непорядок был. Хоть была какая-то управа на Рамзана Ахматовича. Надо сказать, что Евгений Девкович достаточно трезво оценивал эту ситуацию и говорил, что если будет прямое вооруженное столкновение его бойцов с кадыровцами, то, безусловно, кадыровцы будут разгромлены нагло. Я думаю, что так оно и есть. Ну и, конечно, это уязвило Рамзана Ахматовича и тоже заставило его занять определенную позицию во время мятежа, хотя, как мы помним, на практике эта позиция сходилась к тому, что его бойцы не доехали до места на скоплении Пригожинцев. Они застряли в пробке на пути в Ростов-на-Дону. То есть и там не удалось им проявить ту доблость, которую Адам Кадыров, 15-летний сын, их предводителя, проявил при избиении беззащитного русского парня. Поэтому у меня нет доказательств, что с Путином может что-то случиться в ближайшее время. С другой стороны, как христианин, я прекрасно понимаю, что кирпич на голову падает тогда, когда надо. То есть неизвестно, что с ним будет. Я исхожу из того, что долго эта ситуация продолжаться не может, опять же, с точки зрения теории исторического предопределения. Что если бы Путину было суждено править еще 20-30 лет, что совершенно не исключено, Путину в широком смысле, вот консервация ситуации на 20-30 лет, в принципе, по состоянию на 23 февраля минувшего года была возможна. Это не было невероятно. И сам факт начала войны говорит о том, что все должно произойти гораздо быстрее, иначе войну не надо было начинать. Понятно, что Путин не собирался вести большую и затяжную войну. Он действительно планировал спецоперацию, которая должна была закончиться за несколько недель. И он был уверен, что у него все получится. Зеленский сбежит, а в этом же были уверены американцы, которые предлагали Зеленскому инфраструктуру этого побега. Как только Зеленский сбежит, там, Медвичок станет президентом, все будет хорошо, и, собственно, никакой войны не случится. Именно поэтому Владимир Владимирович так упорно цепляется за термин спецоперации. Потому что то, что он делает, это спецоперация. А война, да, она тоже существует, она звучит в его устах, эта война. Но это совсем не та война. В его трактовке война это то, что Запад, в принципе, США и страны НАТО устроили против РФ через территорию Украины. И чтобы не дать им козырей, Путин устроил превентивную спецоперацию по нейтрализации военного ресурса ЗАП. И предвращению, как сказано в том же учебнике Мединского-Торкунова, ядерной войны и катастрофы человечества. Кстати, в прошлый раз мы с тобой затрагивали вопрос, почему так же так Россия, Российская Федерация не поддерживает христианскую Армению и выяснил, что у него никакой христианской страной РФ не является. Она не является еще и потому, что никакой христианин, естественно, никогда бы не угрожал ядерной войной. Это абсолютно несовместимо с христианским взглядом на мир. То есть угроза уничтожить землю, сотворенную Господом, не может никак исходить из-за христианина. Еще раз доказывать, что... Простите, пожалуйста, я как-то так тут не могу, у меня тут прорезается немножечко библист. Апокалипсис Иоанна Богослова написан христианином? Иоанн Богослов не грозился. Там много чего. Иоанн Богослов не грозился. Иоанн Богослов что? Он не грозился уничтожить. А как же насчет всадников и всего вот этого прочего на конях? Они приходят сейчас. Что Иоанн Богослов лично грозился устроить ядерную войну или уничтожить землю от своего имени? Нет, ни в коем случае. Он был пророк и пронидец. Это видение, а не угроза. Если бы Владимир Владимирович Путин сидел на Патмосе или на худой конец где-нибудь, на Валааме и записывал бы свои видения, это было совсем не то же самое, что заниматься ядерным фантажом всего мира и на полном серьезе рассуждать о применении ядерного оружия. Чего он, правда, сам не делает, но у самих своих клевритов постоянно вбрасывает информационное пространство, чтобы держать Запад в тонусе. И многие на это ведутся, включая, безусловно, великого Илона Маска, который является собой характерный тип представителя западной элиты, поддающегося на такой тип шантаж. Ну ладно, вот тут, если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их, ибо если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Ну и так дальше там про все источники неба и все углы неба, источники великой бездны и прочее. Мы можем посмотреть, что программа не является никаким шантажом человечества. Это откровение. Извини, пожалуйста, он говорит, что вы шантажом человечества, а спасутся только те, которые исповедуют имя Христа. Это как раз мега шантаж. Нет, это не шантаж вовсе. Это констатация. Замечательно. Так, мы бросаем рассуждать о христианстве, возвращаемся к Путину. Точнее, стратегия Путина понятна. В этой ситуации, особенно поскольку США вступают в предвыборный цикл, и вот Зеленский там был. А что ты скажешь о стратегии США в ситуации, когда ясно, что Путин прекращать воевать, я тут с тобой полностью согласна, не собирается? Стратегия США уточняется на ходу. С одной стороны, стратегически, естественно, США будут продолжать поддерживать Украину. В предвыборный год. Потому что, извини, я специально добавлю это, потому что мне хочется, чтобы ты поговорил о разных политических группировках в США, которые придерживаются разных взглядов. Ясно, что есть и альтернативная позиция, которую максимально четко заявляет, например, кандидат в президенты США от республиканской партии Виви Крамасвами. Она присуща и многим другим республиканцам, но они не в состоянии в силу своих естественных ограничений, своей заскорудлости, это так четко сформулировать. Что главной опасностью, источником опасности и конкурентом Америки является Китай. И поэтому важнейшая цель Америки это не дать Китаю взять под контроль Россию. Чтобы не дать Китаю взять под контроль Россию, надо пойти с Путиным на компромисс. Да, такая позиция существует. И в случае победы республиканского кандидата, кто бы им ни был, эта позиция будет иметь, значит, большое значение. В этом случае поддержка Украины, безусловно, будет сокращаться, но не прекратится. Потому что полностью сдать Украину и отдать Киев Путину нет, конечно. На это Америка не пойдет. Ни при какой следующей власти. Предвыборный год также поддержка будет продолжаться. Мы говорили не раз, и они будут повторяться. Хотя это мое любимое занятие повторяться. Повторение мать учения, причем живого, единственно верного учения, учения Белковского, который всесильно, потому что оно верно, как известно. Вот. Что США не вполне довольны Владимиром Диолетовым. У них есть определенный набор претензий к нему. Другое дело, что совершенно непонятно, можно ли его заменить. Так в практической плоскости пока вопрос не стоит. Стоит вопрос вам проводить президентский выбор или нет, но опять же, если их проводить, то только в условиях перемирия. А перемирие это некий набор условий, который совершенно пока не сформулирован, не может быть сформулирован. Его позиции сторон в отношении этого возможного перемирия полярны. Нет никакого пространства для компромисса, оно никак не обозначено. Никакие границы этого компромисса не выявлены. Возможно. Поэтому в условиях, естественно, боевых действий любой интенсивности в день выборов невозможно технически. Кто бы что ни думал по этому поводу. Но так или иначе, кстати, Владимир Александрович Зеленский, он опасается того, что будут приняты какие-то меры по его отстранению от власти. И, возможно, с этим связано дело генералов, если ты обратил на него внимание. Сейчас расследуется активность... Более чем обратила. Да, уголовное дело о том, кто сдал в юг Украины. И поэтому в первые дни после начала спецеперации Z почему так получилось, что не были взорваны мосты между Крымом и основной территорией Украины. То есть Крым тоже каноническая территория Украины. Я неправильно сейчас сказал. Между Крымом и подконтрольной Украиной и собственной территорией. И так далее, и так далее. Поэтому дело в том, что был допрошен главком Валерий Татч-Залужин. Поэтому я думаю, что политического ресурса генералов Зеленский в известности не опасается. Что касается США, то у нас все определили. При демократах поддержка будет более интенсивной в рамках того, что никакой компромисс с Путиным возможен только в условиях путинского поражения. При республиканцах вполне возможно, что конструкция будет иной. Что надо вырвать Путина из объятий Китая. И поэтому нужно пойти ему на определенные уступки. Но эти уступки вряд ли могут означать большее, чем признание его фактического контроля над уже оккупированными им 16% украинской территории. А в чем претензии американцев к Зеленскому, о которых ты упомянул? Ну, мы не раз об этом говорили. В первую очередь, американцы считают, что... Коррупция – это расширенное такое понятие? Нет, ну, по-прежнему и коррупция, и неэффективность государственного управления, масса вопросов в Министерстве обороны. Мы видим на самом деле, что воровство в Министерстве обороны процветало и во время войны. Я не утверждаю, что к этому был прямой причастен на ликвы резников, ушедший недавно с поста Министра обороны, но факт коррупции на лице, что называется, и довольно упиющий. И таких фактов очень-очень много. Равно как и того, что, так сказать, коррупция при освобождении от военной службы, сколько людей покинуло, призывного возраста покинуло Украина в это время, при попустительстве властей, так или иначе, властей самых разных уровней. Но главное, если вычленять с точки зрения психологии, главную претензию, в известном анекдоте про преферанс, знаешь, как ходят сыграть трое преферанс, и один из участников этой игры говорит, у меня есть три проблемы. Какие? Первый, у меня нет денег. Тогда вторую и третью можешь не называть. Главная претензия, после которой остальные можно не называть, это то, что с точки зрения США Зеленский слишком вжился в роль современного Черчилля. Он слишком много о себе думает и не прислушивается часто к полезным советам из Вашингтона. Часто говорят, ему же не надо там наступать на Бахмут, а все силы концентрироваться на Запорожском, наверное, на южном направлении. Значит, он не слушается. Ну и вообще часто не слушается Соединенные Штаты. А типа без поддержки Соединенных Штатов он вообще никуда. А он так не считает. Он считается спасителем человечества. И вот этот масштаб спасителя человечества в самом понимании Владимира Александровича Зеленского Вашингтон не устраивает. Вашингтон хочет, чтобы Зеленский вел себя поскромнее. Мы начали этот эфир с истории о Рамзане Ахмадовиче, который неожиданно воскрес. Но, собственно, на самом деле ничего с ним, как видим, и особенно так... Или не воскрес, в общем, короче говоря, мы не знаем. Но сегодня какая-то вот неделя воскресений, потому что я хочу обратить внимание, что была еще одна история. ВСУ, во всяком случае, официальные украинские власти заявили о том, что во время удара по штабу Черноморского флота погибла куча народу, в том числе и командующий Черноморским флотом Соколов. Потом его, опять же, показали, причем в отличие от Катырова его действительно показали. И у меня вопрос, что ты думаешь обо всей этой истории? Ну, об этой истории трудно опять же утверждать, что-то достоверное, потому что кого там где показали, при современных технологиях это ничего не доказывает. Крамдана Ахматыча, кстати, нигде и не показали. Мы только знаем со слов Илья Анатольевна Собчак, что он ей звонил. И мы не знаем, мне воля это пранкер. Так физически мы его не видим до сих пор. А то, что мы видели незадолго до описываемых событий, мы лучше нам его и не показывали. Ахмед Закайев вот считает, что это результат многолетнего потребления там разных непонятных препаратов. Это я не могу, опять же, не подтвердить, не опровергнуть. Действительно, картина была несколько такая сомнительная. Рамзан Ахматыч на экране как-то выглядел не очень здоровым человеком. Поэтому я не знаю, жив или мертв, по-моему, с Черноморским флотом. Как христианин, опять же, желаю ему до 120 и крепкого здоровья. Единственное, что если он действительно жив, то я бы обратил внимание украинских спецслужб, то они не являются пиар-агентством. Лучше все-таки не выбрасывать неподтвержденные версии, поскольку они носят ущерб репутации. Украина и ее вооруженных сил. Но на сегодняшний день то, что показали, я это видел, и у меня нет уверенности, что это доказывает присутствие уважаемого адмирала, генерала на этой стороне Земли. Посмотрим, в ближайшие дни будут ли найдены новые подтверждения. Мы же помним, что когда что-то как бы случилось с Адамом Бултановичем Делемхановым в Украине, на украинских фронтах, в качестве доказательства того, что с ним все в порядке, Адамом Бултанович предъявил фотографию, как они вместе сидят над картой с господином Делемхановым и другими соратниками. А потом неожиданно мощные военкоры обнаружили, что на карте карта соответствует реалям годичной давности. Там Херсон под контролем России и так далее, и так далее. Поэтому искусство делания концерва, как мы знаем, и склеивание разных сюжетов один достигло такого уровня, современной цивилизации. Хотя Российская Федерация пытается уйти с современного мейнстрима цивилизационного, но еще не до такой степени это удалось, чтобы не уметь делать качественные фейки. Поэтому, опять же, я бы пока не стал торопиться с оценкой, что именно произошло. Хорошо. Тогда у меня последний вопрос про довольно шумный скандал, произошедший в Канадском парламенте. Напоминаю, там все присутствующие устроили овацию человеку, который был представлен как украинский ветеран, который воевал еще с Советским Союзом. И оказалось, что он был членом дивизии Вафин СС Галичины. Теперь там большой скандал. Вот уже Польша говорит, что собирается думать о его экстрадикции. Все жутко извиняются. и как бы, то есть там тоже невероятные вещи творятся, потому что я видела одну девушку из Канадского парламента, которая вынесла на голосование вопрос о том, чтобы этот, мол, позорный эпизод был отменен, аннулирован, чтобы все видео об этом деле были стерты, а из записи все было удалено. Что, ну, просто мне напомнило какой-то просто российский пиар в этом смысле. Но у меня к тебе два вопроса. Первый. Вот когда этого чувака приглашали, зачем он полез? Он же понимал, что будет скандал. И второе. Когда все зааплодировали, мне очень интересно, да, я понимаю, что аплодировали все, потому что аплодировали другие. Но неужели никому в голову не пришло и во время аплодисментов, но это нечестно на самом деле, потому что во время аплодисментов уже не приходит. Но вот тому чуваку, который его приглашал, что как бы вот человек, который вывал против Советского Союза, вероятно, в его стране нацистской Германии. И может быть скандал. Вот как такую непредусмотрительность проявили все? Я помню неплохой анекдот. Хотя неполиткорректный очень, наш программ неполиткорректный, поэтому можно. Известно, что папа День Дикт-16, Карл Йозеф Ратсингер, в юности тоже отметил, скажется, Редак Гитлер-Югент, или где-то даже покруче, поскольку он был не милодым мальчиком, то есть он 27-го года рождения, значит, его уже было под 18, ближе к концу войны. И анекдот, как встречаются два ветерана Советской армии и Вермахта. И, значит, ветеран Вермахта спрашивает, ну ты как живешь? Я ничего, пенсию прибавили на 10%. А ты как живешь, спрашивает ветеран Советской армии, тоже неплохо, вот папа римским избрали. Вот. Я думаю, что, нет, во-первых, джентльмен, который боец дивизии Галичина, я абсолютно уверен, что он нисколько не сомневается в собственной правоте. Поэтому то, что он пошел на заседание и принимал овации, он делает абсолютно по-честному, никого скандала не опасаясь. В этот момент, как мне кажется, я же не знакомый и не имел возможность общаться. Как мне кажется, он думал, что вот справедливость восторжествовала и все поняли, что дивизия Галичина была позитивным явлением, а не негативным. Вот что он подумал в этот момент. А как так получилось, ну такой был вопрос к компетентности западных политиков, которые вызывают большие вопросы по самым разным направлениям и, увы, далеко не только в связи с этим скандальным эпизодом. А уже на протяжении ряда лет и в эпоху COVID-19 и все прочее. И мы с тобой не раз обсуждали, что именно эти, так сказать, явные проявления некомпетентности западных политиков во многом и подтолкнули Владимира Чехута к войне, потому что он считал, что ничего эти западные элиты ему плохого не сделают, потому что просто банально не смогут. Да, потому что я смотрела на все это и вспоминала губернатора Беглова, который отличился, заявив, что блокаду Ленинграда организовали те же самые страны, которые сейчас воюют против России и в Украине. И я думала, что губернатор Белов это такой один. Но вот я смотрю, что вот люди в канадском парламенте, они, дело даже не в том, если бы они решили пересмотреть роль дивизии Кольчина, я бы даже как бы поняла, ну вот, типа, решили пересмотреть роль. А они просто реально не знали и сейчас с криком разбегаются, помогите, помогите. Такого не было, мы всемирно осуждаем, и мы сейчас это из себя вычерпим. Ну да, ну во время COVID-19 они вели себя только так же, только в миллиард раз в большем масштабе, поэтому чему-то удивляться. Ну они не читали книжек, не владеют обстановкой, а что сделаешь? Это деградация лиц, к сожалению. И, кстати, деградация лиц, его рождение, это в известной степени порождение демократии, поскольку демократия идет к усреднению. И это издержка демократии. Это не значит, что демократия плоха, потому что, опять же, поддержу Черчилля-1, если Зеленский Черчилль для того оригинального Черчилля, который сказал, что демократия это ужасно, он ничего лучше все равно не придумал. Да, я с этим полностью согласен. Ну да, есть еще другое высказывание Черчилля, что американцы обязательно примут единственно правильное решение после того, как перепробуют все остальные. И на этой прекрасной ноте, Стас, огромное спасибо, как всегда. Спасибо, Юля, тебе и всем. Ура, и до скорой встречи в мировом эфире. Ура. А ты не хочешь призвать подписываться на свой канал? Ну, конечно, призываю подписываться на канал Белковский, где на днях мы сообщим еще дополнительно выйдет очередной специальный выпуск сельдаун, еще во время Белковского под названием Россеяние. Россеяние русских в эти времена. Большое спасибо всем еще раз. Ура. На нас тоже, господа, подписывайтесь, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, ставить лайки. А я на завтра планирую, если не произойдет никаких экстраординарных событий, свой большой исторический стрим под названием фальсификации в истории. Вот Путин очень любит говорить о фальсификациях истории. И мы поговорим, что историю, ну, в общем, действительно, ни одна Россия страна с непредсказуемым прошлым. При каких условиях прошлое переписывают, а иногда и переписывают настоящее, насколько прочно бывает это переписывание, при каких условиях возникают, даже я бы, я называла это фальсификацией в истории, чтобы как бы просто было понятно, о чем идет речь. Потому что, если бы было, мне хотелось бы сделать вид, что непонятно, о чем идет речь, я бы назвала этот стрим или семиосфера, ну, то есть знак того, что человек живет не только в мире вещей, но и в мире идей. и, казалось бы, мир идей совершенно фантастичный не существует, но, тем не менее, он не существует как та дырка, в которую вставляют ось, вокруг которой вертится колесо. То есть, вроде бы дырка, но вокруг нее все вертится. Или я бы назвала этот эфир «Лживая трость песцов» по словам пророка Иеремии. Всего лучшего! Это Юлия Латынина. Приходите к нам завтра, не пропустите. Это будет интересно. Поговорим о вечном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok